Присаживайтесь, пожалуйста, и как там сказано в Библии, когда ты идешь в Дом Божий, то приготовь свое сердце к слышанию. Не просто слушать, а услышать. Слышание – это значит, ты понял, что прозвучало. – Давным-давно я задал себе вопрос, ну, вот, кто я по своей природе, ну, как христианин, потому что духовно родился в Большой Баптистской Церкви в Краснодаре. Потом как-то Бог крестил меня Духом Святым, я стал Пятидесятником, ну, и на меня стали так криво или косо смотреть в Баптистской Церкви, и мы с небольшой группой людей начали Вифанию, кто-то знает Вифанию в Краснодаре, а там тогда было 20 человек там. Вот потом, это там что-то там такое харизматическое стало происходить, и, короче говоря, я понял, что я Баптидесятник с харизматическим уклоном. И поэтому для меня очень важно библейские основания. Мы сегодня живем в такое время, когда на Слово Божье, ну, буквально идет такое тотальное нападение через всякую философию, психологию. Что только сегодня христиане не придумали, не создали, именно христиане. И поэтому стоять на Слове Божьем, мы у нас уже на протяжении, там, больше 20 лет Христа Спасителя Церкви, кстати, привет от Церкви, есть утренняя молитва, вот, каждый день. И я там очень часто просто хожу и просто кричу в небо, Господи, помилуй нас от ереси. 44 года я служу Господу, я заметил, что так легко, вот так легко сползти куда-то. Вот буквально не заметишь, подсунет что-то дьявол. И поэтому я давно понял, что если Бог не помилует, ты обязательно куда-то, извините за это слово, вляпаешься. Поэтому наша молитва, Господи, дай оставь нас на этом евангельском пути, чтобы мы были проповедникам Евангелия, чтобы мы были христоцентричные люди, чтобы Христос был в центре всего нашего служения, чтобы мы Его проповедовали, мы о Нем говорили, мы Его исповедовали, мы им хвастались, гордились, если это можно так сказать, христианину. Поэтому я хочу поделиться таком, знаете, выстраданным словом. Слово, которое не просто евангельское, а слово, которое прошло через мое пастырское сердце. то, что как-то вот какой-то болью отдается сегодня. Когда мы уверовали, это была другая церковь. Моя жена 50 лет назад уверовала в юности своей. Я уверовал, когда мне 22 года было. Она уже сколько лет? 7 была, да, верующая. Я когда женился на ней, думал, вот спрячусь за этой крепкой башней. Опытная сестра такая, просто звездистая в церкви. А я как-то за ней и так до неба доковыляю. Когда Господь все поменял, я вдруг понял, что я муж. И с мужа все спросят. Вдруг я это понял. Ну, это длинная история. Но дело в том, что мы с ней уже много лет служим в России супругом. И мы за эти годы увидели, насколько поменялся христианский брак. Насколько поменялась церковь. Насколько поменялись христиане. Поэтому я никого не буду сегодня обличать, но я хочу поделиться вот словом, который ты, когда ты возьмешь свою жизнь и сравнишь с этим словом, то тебе что-то, наверное, Господь покажет. Я буду говорить о силе нашего слова. Там можно какой-то там ключи, чтобы отчет был времени, чтобы я видел, такого нету. О, отлично! Это что за отчет? Я только начал, уже смотрю 17 минут. Чего, у вас время в два раза быстрее. Хорошо живете. Год за два. Сила нашего слова. Вот сила твоего слова. Это вот, я думаю, что смерть и жизнь во власти языка. Верите в это, да? Это так, слово Божие говорит. Слова жизни или слова смерти мы что-то всегда говорим. И вот что в твоем слове? Давайте мы начнем с того, я буду читать много мест, и если я хочу посоветовать, ну, если что-то тебя зацепит, ты поймешь, что это прямо тебе, запиши где-то это. Или потом возьми, ну, эту запись проповеди, послушай. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, это Матфея, 8, 8, 8, глава, 8 стих. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я недостоин. Христос ему говорит, ты подожди, я приду к тебе. А он говорит, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мою, но скажи только слово. Скажи только слово. И выздоровит слуга мой. Вот этот человек понял, что Христос – это Божий Сын, Который имеет власть, когда Он говорит Слово. Матфея, 7, глава, 29 стих. Я просто немножко настрою вас на это понимание того, что хочу вам передать этот месседж, то есть это послание. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям. Они сказали им, для чего вы не перевели его? 40 стих, 46. Служители ответили, Никто, никакой человек не говорил так, как этот человек. Пошли и выполнять поручения, но туда пришли и забыли, для чего они пришли. Потому что, когда они слушали Иисуса, они поняли, а вот ну все так как-то говорят, все говорят, все проповедуют, все вроде как истину говорят или претендуют на истину. А вот этот человек, когда он говорил, ну что-то, что-то было, исходило силой. В другом месте написано, от него исходила сила и исцеляла всех. Не просто Слово, а Слово, в котором была власть. Он сказал смоковнице добрые слова, и она засохла. И Петр говорит, учитель, смоковницу, которую ты проклял, она засохла. Он говорит, да вы же, если скажете слово, и в этом слове буду я, и в этом слове будет сила моя, то гора сдвигаться будет. Там же не написано, если вы станете под ножей этой горы и помолитесь очень сильно, возьмете пост, а вы просто скажете. Но это просто не будет просто. За этим будет стоять сила Божья. Давайте, об этом можно много говорить. Помните, как потрясены были ученики, когда он повелел буря, она прекратилась. Когда он просто остановил похоронную процессию и сказал, юноша, тебе говорю, встань. Этот покойник, это был мертвый человек, он встал, и он отдал его матери, вдове, отдал единственного сына. Давайте мы сейчас зададим себе вопрос, я немножко буду говорить об определенных причинах. Это не просто легкое слово, это учение. Я за короткое время попытаюсь сказать вам учение о власти. Оно касается тебя и меня, потому что мы можем приходить в церковь и много-много правильного говорить. Просто есть обстановка такая. Атмосфера, хорошая атмосфера славить Господа, хорошая атмосфера на молитву или помолиться самому, или на молитву сказать аминь, с верой сказать, искренне сказать. Но вот ты приходишь домой. Я заметил, проводя множество конференций, мы с женой проехали от Калининграда до Камчатки, и мы заметили, что иногда люди в церкви выглядят не так, как они выглядят на самом деле. Вы заметили, что в доме своем ты не можешь ходить в маске. Вот жена вашего пастыря все про него знает. Мы не все, а она все. он про нее почти все знает. Ну, потому что полностью знать жену, это очень великое, да, это большое откровение. Не все достигают такого уровня. Мы дома иногда ходим, пытаемся ходить в маске, но там про тебя все знают, как в Едемском саду. И были наги, и не стыдились. А вот в церкви можно одеть. Заходят, дорогая, дорогой, два таких ангелочек. Поэтому речь идет, мы на самом деле такие, как ведем себя дома. Аминь? Вы здесь еще? Да, да. Я еще не... Да нет, 33 минуты. Это мне осталось, что ли? А? Ну, ты же сказал час. Вы 27 минут потратили. Это неправда. Послушайте, какие мы дома, какие слова мы там говорим. Вот это и есть. Кто мы? Или мы говорим там слова мира, любви, устройства. Какое слово? Павел говорит, слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, а на силе Божьей. Он здесь говорит, слово мое, это отдельно, и проповедь моя. Я всегда думаю и боюсь этого, чтобы я в проповеди говорил одно, а слово мое дома было другое. Вот если разницы между этим нету, то вы блаженны. Вы всегда будете говорить слово силы. Вопрос иногда не в вере, когда ты говоришь слово. Мы очень много обращаем на веру, когда говорим. Нам надо обращать на веру в силе Духа Святого. Или сильное слово ты сказал, или просто ты форму сказал, имеющий вид. Помните 2 Пассане Тимофея, 3 глава, он там перечисляет, говорит, времена тяжкие, и говорит, будут люди иметь вид. Вид. Вид хорошего, правильного, а содержания нет. От силы его, от силы его отрекшись всем своим образом жизни. Павел говорит, вот, мое слово и учение мое, оно в явлении духа и силы. Он говорит, ничего я такого не сделал, через меня Господь сделал в проповеди язычников, я не могу сказать, что он чего-то не сделал. То есть, он и чудеса творил, и мертвых воскрешал, и многое-многое делал. И вот он говорит, это явление духа и силы. И вот две причины, я сейчас быстро буду говорить о двух причинах, которые делают наше слово пустым. То есть, форма есть, учение есть. Вот представьте, такой головастик, голова вот такая, от учений, от знаний, от прочитанных книг, а ручки такие маленькие, ножки маленькие, еще парализованные, такой рахитик. Вот это вот христианин, который много знает, правильно все понимает, но суть его, но он не живет соответственно этого слова и слово не наполнено силой. Две причины. Первая причина она очень тонкая, а не бы отдельно говорить и целую конференцию бы провести. Это неправильное хождение, это неправильное служение, это не есть понимание, слушайте внимательно, того призвания, которому призвал тебя Господь. Этот человек все время где-то около, он все время в родах и не рождается, он все время собирается, но не идет, он все время слышит призыв, пастырь его ловит и говорит, слушай, ну вот, я же понимаю, что Бог тебе что-то вложил, тебе надо это делать, он говорит, да, пастырь, конечно, вот сейчас домик дострою, то сделаю это, а потом приду и буду вообще вот прямо тебе в рот заглядывать. И вот он все время собирается, как царь ведом, помните в той сказке? А вот это вот кривое, что-то неправильное, как будто человек, но это пророк, который не послушен Богу постоянно, это пророк, у которого скверный характер, это пророк, который получает что-то от Бога и начинает людей избивать, раздевать, а не одевать, огорчать, обличать, но не утешать. Вот здесь это вот это большая тема, но послушайте, я, вот Иремия 23 глава, ну, тремя стихами попробую вот отразить это, потому что Слово Божие очень содержательно, посему вот я, это Господь говорит, на пророков говорит Господь, которые крадут Слово Мое друг у друга, толковать не буду, вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, Он сказал, вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу всему, говорит Господь. Я их не посылал, они побежали, я им не говорил, они говорят, они говорят, снилось мне, снилось мне, но говорят, это снилось, как пророческое слово. Сегодня этого сколько хотите в церквах, сколько хотите. то есть, что-то происходит, дайте мне кто-нибудь салфетку, обыкновенную, а, ну, 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 ложите цветные, черная салфетка на черном стекле, я что-то, мой черный чехол, микрофон, ну, ладно, вернемся. Да, на фоне всего этого черного, моя лысина, спасибо, сильно утешил, на сильное слово сейчас сказал, они крадут, они говорят слово, не Божье, послушайте, а это слово никогда не будет иметь силы. Вот всегда в Библии, обратите внимание, когда говорится, я это сделал по слову твоему, или я восстановил жертвенник и говорит, я это все сделал по слову твоему и во время вечерней жертвы, то есть, у него все было увязано к Божьему поделению и Божьему откровению, и поэтому сошел огонь на эту жертву. Это одна сторона. Я тороплюсь. Я много раз читал это место, у меня вообще есть привычка за месяц Библию прочитывать, и я читал ее, читал это место и как-то оно... Ну, вот один раз сейчас, как бы мы сейчас немножко будем говорить о второй стороне. То есть, это первое, это когда сила уходит из-за того, что мы не в воле Божьем, не в Его призвании, не в Его истине, и поэтому слове нет силы. Вроде как бы это есть целые церкви, целые конфессии, где вроде формат, есть призвание, есть порядок, есть традиция, есть ритуалы, есть святые, есть там то-то, а силы нет. А вот есть еще личное, давайте скажем слово личное, мое личное хождение перед Богом. Оно носит отпечаток того, что нас вдохновляет или лишает силы. Отпустил братьев своих, вот я прочитаю, потом скажу, отпустил братьев своих, это бытие, 45 глава, помните, когда Иосиф открылся своим братьям. Они раз пришли, потом второй раз пришли, и он им открылся. Там много деталей, но мы сейчас все время потеряем на это. Давайте на саму суть. И отпустил братьев своих, и они пошли, уже когда открылся им. И сказал им, не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта и пришли в землю ханаанскую к Иакову, то есть к отцу своему. И известили его, сказал, Иосиф жив. И теперь владычествует над всею землею Египет. Редактор субтитров 羅斯